Добрый вечер всем. Что хочу первое сразу сказать. Приятно играть в атмосфере. Приезжаешь в футбольный стадион, порадовали. Нас болельщики сегодня пришли посмотреть матч. Хорошего качества поля, мы увидели. С всеми была футбольная атмосфера, конечно, в этом плане. Очень приятно было. В прошлом матче, когда мы дома играли, тоже у нас была атмосфера. Хотелось, конечно, чтобы болельщики еще больше приходили. Приятно играть с самим футболистом в такой атмосфере. Что касается матча, настраивались, знали, что команда Гомель очень хорошо сбалансирована сейчас уже на данный момент. В принципе, то, что они доказали с нами в кубковой игре. Мы не прошли дальше. То, что они доказали, то, что они сейчас находятся в финале. То есть очень хорошая команда. Мы готовились и так получилась. Игра, знаете, такая как бы одинаково, можно сказать, на опасные моменты. Мы создали в первом тайме пару моментов, где могли реализовывать. Но также также допустили парочку ошибок, где могли пропустить. В принципе, второй тайм начали, начали, начали немножко перестроились там, хотели поменять. Но, наверное, не получилось в некоторых моментах. Хотя при этом тоже были моменты, где можно было ускорять игру, быстрее вести. Немножко мы затормаживали, особенно когда это была передача назад и потом разворот. То есть не хватало нам, наверное, каких-то быстрых проникающих передач вперед. Но после этого видно, что нам надо было что-то менять. Произошли. Решили выпустить на замену, чтобы ускорить игру быстрее, чтобы двигались ребята. В принципе, замены сработали, можно сказать так. Но уже в конце еще мы имели моменты, при этом понимали, что нельзя было пропускать. Спасибо. Артем Викторович, победой сегодня на поле появились Никита Демченко и Рома Бегунов. Рома после травмы, Никита болел. Как вообще оцените выход футболистов после долгого перерыва? Ну, тяжело сказать. Вы сами понимаете, что у них небольшой игровой отрезок времени был. В принципе, добились положительного результата. Рома уже опытный футболист. Ему выходить на замену не впервой. То есть вышел хорошо, то есть свою позицию закрыл. Что касается Демченко, то были моменты, где он не должен терять мячи. Его выпускают уже как игрока основного состава. Он должен понимать, что есть моменты, где надо сохранять мяч и не терять. Ну, а так по движению, поэтому претензий нет. Конечно, не стараются. Вынужденно покинуть поле сегодня Михаил Козлов. Есть какая-то подвижная информация? Что с ним? Пока что, пока что вроде бы ничего серьезного. Просто перенапряжение вроде бы начало сводить мышцы. Победите, как говорится, не судят. Но если целым содержанием игры вы, как главный тренер, довольны? Я, как главный тренер, наверное, никогда не буду содержанием игры довольны. Есть моменты, где были очень хорошие. Есть просто, ну, которые я же вам, наверное, подчеркнул. В том плане, что мы иногда очень сильно передерживали мяч, где нам надо было быстрее развивать атаки. Плюс в первом тайме ошибки возникали при перестроениях очень опасными. Ну и, как бы, было пару прострелов. Это слева фланга Гомеля. Что касается, я же говорю, наверное, содержанием тренера будет доволен тогда, когда уже будет, наверное, результат достигнут какой-то. Пока что еще до идеала, наверное, нет. Пока недоволен некоторыми моментами. Есть ли такая информация, когда сможем увидеть Александра Сочевка в заявке на игру? Ну, по Александру. Александр много пропустил. Начал индивидуально заниматься. То есть мы немножко начали подготовку, наверное, форсировать. У Саши случилась травма. Пока что пауза. Ждем, ждем. Когда пройдет травма, буду готовиться.